Здарова! Только в прошлом году выходило видео про Samsung Galaxy Fold 1, и мы тогда говорили «Вау, смотрите, какое же это будущее впереди нас ждет!» И прошел всего год, а вот он уже второе будущее, Samsung Galaxy Z Fold 2. Мы к первому не успели привыкнуть, а тут уже второе, когда за этим всем успеть, кошмар какой-то. Ну а если быть серьезным, то Samsung Galaxy Z Fold 2 это уже не просто концепт, а настоящий планшет-смартфон. Именно в таком порядке, я бы сказал. Вот он у меня в руках, классная бронзовая версия. Теперь здесь полноценный передний дисплей размером с полноценные смартфоны. Огромный основной дисплей, который можно развернуть и смотреть на нем видео, чатиться, что угодно делать. И пропала жирнющая челка, и сам механизм складывания стал намного надежнее. Теперь он выдерживает 200 тысяч складываний, как заверяет Samsung, и если складывать смартфон по 100 раз на дню, вам хватит его на 5 лет. Ну, естественно, ваши друзья нащелкают 100 тысяч в первые дни, когда вы только дадите им смартфон в руки. Но в любом случае, на несколько лет вперед механизма должно хватить. Как инженер по образованию, я просто тащусь от этой технологии складывания. Двухкулачковый механизм CAM. Здесь используется больше шарниров, чем в Galaxy Z Flip. Естественно, потому что сам смартфон больше, площадь больше, выше нагрузки. И всего здесь используется 60 элементов. Ну, а интересная история. Samsung рассказывала, что для того, чтобы придумать механизм защиты от пыли и грязи, они получили 98 идей, которые не подходили. И тут в один прекрасный момент один из инженеров посмотрел на пылесос. Да, обычный пылесос. А именно на его валик, на его щеточку с ворсинками. И подумал, а почему бы и нет. И в итоге сюда вставили такие небольшие полоски с ворсинками высотой меньше 1 мм. Поэтому пыль и грязь сюда не попадают, когда вы складываете, открываете и закрываете смартфон. Так что 200 тысяч складываний, ресурс вполне реальный. Ну и дисплеи здесь, конечно, совершенно другие. Если в первом Galaxy Fold стояла задача просто сделать, именно выстрадать, но сделать технологию складного экрана, гибкого дисплея, то здесь уже все довели до ума. Здесь увеличили дисплей, уменьшили вырезы, убрали эту челку. Дисплей, кстати, выглядит просто великолепно. Концептуально здесь то же самое, что в первом Galaxy Fold. Это один внешний дисплей и один большой внутренний. Если первый у нас это Super AMOLED матрица с диагональю 6,2 дюйма. В первой версии было всего 4,7 дюйма, и многие жаловались на этот маленький дисплейчик. Теперь он здоровенный, как у обычного полноценного смартфона. Так вот, здесь Super AMOLED, разрешение HD+, и детализация здесь великолепная. Не могу придраться. Ну, а раскрываем. Здесь самое интересное. Стоит матрица Dynamic AMOLED 2X. Точно такая же стоит Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Здесь адаптивная частота 120 Гц, то есть она меняется в зависимости от контента. Например, вы читаете книжку, и частота будет 11 Гц. Вы смотрите фильм, будет от 24 до 120, в зависимости от того, как снято кино. Ну, а игры от 30 до 120. И, судя по опыту, по обзору Samsung Galaxy Note 20 Ultra, это здорово экономит заряд. Процентов на 15 удалось увеличить автономность. Диагональ внутреннего дисплея уже 7,6 дюйма. Здесь используется ультра-тонкое стекло разработки Samsung совместно с немецкой фирмой. А далее ходят слухи, что будет использоваться подложка от Corning, известный свой Gorilla Glass. Так вот, здесь ультра-тонкое стекло, но на ощупь это все еще пластик, потому что стекло гибкое, тонкое, мягковатое. Поэтому, да, стекло все еще ощущается как пластик, но уже не боишься поцарапать. По крайней мере, то, что попадет сюда пыль в закрытом состоянии, что-то поцарапает, уже не так страшно. Ну, а стресс-тест ждем мы, конечно же, от Jerry Riggs Everything. И посмотрим, как он поцарапает дисплей и Gorilla Glass 7, который находится с внешней стороны смартфона. Ну, и, кстати, помните жирнющую вставку здесь наверху под фронтальной камерой? Так вот, здесь теперь современный модный вырез малюсенький. Такой же вырез находится и спереди, на фронтальном дисплее. И что это получается? Вы можете не только пилить селфи на обе камеры, но также и работает разблокировка по лицу. То есть, если вам удобно разблокировать вот в таком состоянии, вы просто поднимаете смартфон, смахиваете, он вас узнал. Или, если вы уже в состоянии планшета, точнее, ваш смартфон, а не вы, то вы просто открываете его, точно так же свайп вверх, он вас распознает, ура, вы на рабочем столе. Круто. Ну, и также для подстраховки используется сканер отпечатков пальцев, он находится на боковой грани. Я считаю, что это верное решение. Вместо того, чтобы городить подэкранные сенсоры под каждым дисплеем, это было бы и затратно, и тяжело, и не так бы адекватно работало. Ну, и так как смартфон у нас раскладывается, то селфи можно пилить не только на фронтальной камере, но и на основную. Разворачиваем вот так вот и просто держим. На втором дисплее видим себя на внешнем, а фоткаем на основную камеру. Получаются снимки в отличнейшем разрешении. В смартфоне также появился знакомый по Galaxy Z Flip, по другому гибкому смартфону компании, режим Flex. Вы можете вот так вот расположить смартфон под углом от 75 до 115 градусов, и включится специальный режим. Во Flex можно смотреть видосики, общаться с коллегами по видеосвязи в Google Duo. Можно развернуть большим экраном к себе, можно внешним дисплеем, завернуть смартфон вообще вот так. Или можно включить отображение камеры вперед и назад. Смотрите, я открываю камеру на своем дисплее, включаю, и вот вы видите себя, а точнее камеру, на которой я снимаю. Это пригодится когда, но самый явный сценарий. Я иду гулять с девушкой, она говорит, сфотка меня, а я не умею фоткать людей. Ну так уж получилось. И она подходит потом ко мне, говорит, ну удалить фотки мне не нравится. Короче, просто открываете камеру, включаете второй дисплей и показываете ей, как она стоит. Вот, кстати, сейчас все, что я рассказал, это в пику претензий к гибким смартфонам, мол, железо за год допилили, вывели на уровень настоящих флагманов, а вот со в том проблемке. Но на самом деле еще в первом Samsung Galaxy Fold Samsung крепко подружилась с Google, и сначала появилась поддержка таких складных смартфонов с гибкими дисплеями. Потом появился режим разделения экрана. В Samsung можно разделять экран на три части и туда засовывать три приложения. Но на самом деле два я еще понимаю, но три многовато. Дисплей 7,6 дюйма, конечно, большой, но не так, чтобы прям планшет. Поэтому два приложения вполне здесь уживаются, и эта же функция есть на Samsung Galaxy Z Fold 2. Ну и, конечно же, фича под названием App Continuity, когда вы открываете приложение на маленьком дисплее в закрытом состоянии смартфона, а потом открываете сам смартфон, и быстренько перескакивает открытое приложение на большой экран. Это очень удобно. Но Fold стало еще интереснее. Теперь большой упор на контент, на видео, фото. Первую фишку Selfie я показал, фишку Galaxy Flex тоже показал, когда можно отклонять дисплей. Третья называется мультиоконный режим, когда вы можете таскать текст, графики или картинки из одного приложения в другое, открыв два приложения на одном экране. Правда, работает это пока только с пакетом Microsoft Office и с приложениями Google. И, насколько я знаю, еще... Да, из приложений Google это Google Maps и, по-моему, WhatsApp. И то там только передавать можно текст. Четвертая фишка называется Capture View. Смотрите, вы открываете приложение камеры, нажимаете специальную кнопочку, и у вас отображается панель управления камерой в нижней части экрана, а сам видоискатель приложения камеры вы видите наверху. То есть здесь у вас изображение, здесь все кнопочки. И это очень удобно. Не надо лезть в галерею и посмотреть на полученный результат. Вы можете прямо здесь в маленьком окошечке листать, увидеть, что что-то не нравится. Лучше я пересниму. Нажали, сняли, все. Не нужно идти в галерею, все сразу. Супер. Или взять вот режим Hyperlapse. Обычный смартфон вы не можете поставить на стол, он грохнется. А так вы можете вот так вот на ровную поверхность установить Galaxy Z Fold 2, включить режим Hyperlapse, и он будет очень долго снимать вам классный видосик, и при этом не шелохнется, потому что смартфон довольно увесистый, 270 с лишним граммов. То же самое с ночным режимом. Не нужен штатив. Поставили. Снимаем. Но это классно работает, когда есть ровная поверхность. На камень или в траву его не положишь. Это нужно учитывать. И вообще все это круто и нативно, но пока непонятно, будут ли активно разработчики поддерживать функцию Flex, Upcontinuity и прочее в своих приложениях. Вот, например, взять игры или мессенджеры. Как это будет развиваться? Посмотрим. Samsung предоставила инструменты для разработчиков, поэтому будем следить за ситуацией. Что касается камер, то здесь все модули по 12 мегапикселей. Это стандартный набор ультраширик, ширик и двукратный оптический зум. Подчеркиваю, не пятикратный, как в Galaxy Note 20 Ultra, а просто двукратный. Есть оптическая стабилизация в основном модуле и на двукратном зуме, так что в целом это почти та же самая камера, что в Galaxy Fold первом. Единственное, ультраширик стал 12 мегапикселей. Естественно, здесь есть ночной режим, мультикадр, съемка 4К 60 кадров в секунду, не 8К. Подчеркиваю, здесь другой сенсор, в отличие от Galaxy Note 20 Ultra и S20 Ultra, он попроще. Поэтому, ну, 4К 60 кадров в секунду тоже за глаза. Да, 8К, я не знаю, до сих пор кто-нибудь снимает на смартфоны. Покажите мне этих людей. Кстати, в Galaxy Z Fold 2 появился новый режим автокадрирования, когда вы можете поставить камеру и отойти от нее на расстоянии, и она все равно продолжит вас снимать, при этом увеличивая, укрупняя изображение, оставляя вас в центре кадра. Работает прикольно, довольно быстро, если, конечно, не бегать перед камерой, но есть нюансы, что если больше трех человек влезает в кадр, то изображение уже отдаляется, чтобы захватить всех. Второй нюанс, снимать можно только на ультраширик на основной камере, либо на обе фронталки, потому что они здесь тоже широкие, могут захватить больше и обрезать, соответственно, больше. В разложенном состоянии толщина Galaxy Z Fold 2 всего 6,9 мм, очень тоненький смартфон по сравнению с обычными моделями. Ну а в сложенном это, конечно, довольно толстенький аппарат, но ничего не поделаешь. Технология гибкого дисплея здесь такая, что если вы будете прям сгинать его на 180 градусов, то он может сломаться, поэтому оставили небольшой зазор. Что еще тут у нас? 12 гигабайт оперативной памяти, 256 постоянной поддержки карт памяти, увы, нет. Зато процессор Snapdragon 865+, не Exynos, подчеркиваю. Bluetooth 5.0, сверхбыстрая зарядка, быстрая беспроводная и обратная беспроводная зарядка. Естественно, тут стереодинамики, звук стал в разы лучше, чем в первом Galaxy Z Fold, причем Samsung заявляет, что это лучший звук во всей линейке Galaxy за всю историю. Пока что подробно не тестировали, с разными композициями, но то, что я слышал, мое почтение. А, это не тот канал. В продаже будут два цвета Galaxy Z Fold 2, это вот такой бронзовый, просто шикарный. Мне кажется, если брать, то именно его, к тому же он матовый. Отпечатки на стекле Gorilla Glass 7 не остаются, практически не видны. Есть еще глянцевая черная, вот там уже заляпывается моментально. Ну и прикольно сделали в этом году то, что кожух, который закрывает складной механизм, он теперь может быть разноцветным. Вы можете на заказ при покупке смартфона выбрать голубой, черный, золотистый и красный. Там, Metallic Blue, Metallic Red и все в этом духе. Смотрится необычно, что для смартфона за огромные деньги что-то новенькое, потому что обычно такие дорогие смартфоны выпускают черными, серебристыми, довольно скучных расцветках, а тут что-то необычное, что-то новенькое, можно кастомизировать даже, грубо говоря. Но это все лирика, естественно, все всегда упирается в вопрос денег. И сколько же стоит Samsung Galaxy Z Fold 2? Готовы 180 тысяч рублей. Да, смартфон стоит 180 тысяч рублей, немного дороже, чем стоит сейчас первый Galaxy Fold. Предзаказ уже, кстати, открыт. Торопитесь, успеете еще купить. Старт продаж 18 сентября. Подышали, успокоились, а теперь подумаем трезво. У нас тут все-таки складной смартфон с уникальным механизмом складывания, с гибким дисплеем. Аналогов практически парочка, наверное, в мире. И только Samsung удалось довести эту технологию, я бы сказал, до ума, до реального коммерческого использования, когда не стыдно взять себе, не стыдно взять человеку, который не особо разбирается в технологиях, кто не готов терпеть лаги, баги и прочую дичь. Здесь уже все работает неплохо, по крайней мере, в том сэмпле, который мы видели. Кто купит Galaxy Z Fold 2? Ну, в первую очередь, богатые гики, у кого очень много денег и кому не жалко их потратить. И кто, конечно, по уши влюблен в технологии. Вот технологии здесь просто навалом. Конечно, это все еще имиджевый смартфон, имиджевая история. Вы при покупке получаете целый год защиты от случайных повреждений, от любых. Вы получаете выездной ремонт, получаете выделенную линию по телефону 24 на 7, когда вас выслушают и подскажут, что делать. Ну и прочие прелести VIP-сервиса. Поэтому просто кричать, ха, да я лучше на Алиэкспресс куплю 20 Xiaomi, еще и на пылесос останется и на Powerbank. Наверное, глупо, глупо сравнивать Galaxy Z Fold 2 с обычными смартфонами. От обычных смартфонах вы таких эмоций точно не получите. Пока.